Роман, как вам выступление Мираба-Двалишвили в бою с Петром Яном? Отличное, на высоком уровне, показал, я думаю, всему дивизиону своему, что он не три раунда может работать в таком темпе, но и все пять раундов. Я очень рад, поздравляю Мираба, поздравляю всю Грузию с его победой. А вы с Мирабом тренировались куда-нибудь? У нас очень большая разница в весе, что я не тренировался с Мирабом, но в одном зале были во время тренировок. Вот я это имею ввиду. А он действительно не устает? Я не старался обращать внимание, но думаю, его бои говорят сами за себя. Думаю, да. Вы будете драться с Марвином и Виторией. Можете назвать этот бой самым важным в карьере в UFC? Ну, а данный митапе, да, это один из важных боев для меня. Каждый бой важен, но если говорить о данном митапе, да, это важный бой. Вот не секрет, что Виторий делает акцент на борьбу. В чем он силен кроме этого? Он может в стойке поработать. Я не знаю сейчас, что он будет делать акценту конкретно в этом бою. Он сбалансирован достаточно. Хорошая ударная техника, настырный. Тоже неплохо дышит. Хороший спортсмен. Вас удивило, что он не смог забороть Адысани и Уитекера? Учитывая, что Адысани сейчас как боролся с чемпионом, то да, я думаю, можно было с ним больше побороться. И можно было даже болевой ему сделать, потому что навыки в грэплинге, я думаю, у него еще хуже, чем борьба. А Уитекер хороший борец, кстати. Уитекер неплохой борец, так что это меня не удивило. Вот Виторий, судя по образу в медиа, такой не самый приятный человек. А вы с ним пересекались уже? Пересекался. Я с ним даже знаком. Я когда приезжал в Лос-Анджелес с Гиги Чикадзе, я там его в зале видел. Так что не могу особо ничего о нем сказать. Ну и плохого ничего не могу сказать. А что там у него медиа, тоже не знаю. Я особо не слежу. Как отреагировать, если он вас начнет цеплять перед боем? Меня всегда это улыбает. Вот и буду улыбаться ему. Слишком серьезно эти ребята это все принимают. Вот вы победили Джека Хермансона, провели прием Канарейка и комментаторы по ходу боя, вот когда вы это сделали, называли это гениальным. А расскажите, какие мысли были у вас, когда Хермансон сделал проход, не было такого, что молодец, сейчас ты проиграешь? Если честно, примерно... Не, я не говорил, не думал, что сейчас проиграешь, но я когда работаю в стойке, у меня и стойка такая, и работа такая, что я в принципе не боюсь, если кто-то меня переводит. И достаточно плохо защищаюсь, можно сказать, или абсолютно не защищаюсь, потому что я достаточно уверен в себя, чувствую в партере, и поэтому у меня такая вот стиль работы. Но я был удивлен, когда он второй раз меня перевел, учитывая первый перевод, когда я его смог перевернуть очень легко. Ну, спасибо ему, это был очень интересный бой, спасибо, что он согласился вообще на этот бой. Он был номером восьмым, а я, по-моему, был двадцать вторым или каким-то, я тот еще не помню. Это был важнейший, вот этот бой действительно можно назвать одним из важнейших моей карьеры, который меня вывел в топ-гонку. Спасибо ему. А как вот вообще пришли вот к этому приему конвейки, такая импровизация, или там походу было понятно, что вот сюда можно дойти именно это дело? Нет, конечно, это импровизация, там было несколько приемов, там был треугольник, там был болевой на руку сначала, потом треугольник, потом был у меня умоплата, да, умоплата была, потом я старался выйти с умоплаты на ногу, он вышел с ноги, и уже с этой позиции получал сканарейки, когда он вышел с ноги, с болевого на ногу. А из этого приема можно выбраться, или вот если попался, то все? Ну, если вы заметите, он очень сильно терпел, можно было его доделать, да, можно было сильно травмировать, но он терпел. Может быть, есть процедент, где ребята выходили, но я пока не видел. Вот вы много лет занимаетесь грэпплингом, а был кто-то, кто вот реально прям удивлял на тренировках, показывал что-то, чего вы до этого не видели? Я всегда учусь, и сейчас, если говорить, я об ММА, я об рэппинге, я даже сейчас учусь, поставлю что-то новое, нахожу, развиваюсь. Такого нет, что я вот уже достиг какого-то вершины, и дальше некуда двигаться. Я всегда что-то новое нахожу, всегда что-то новое учусь, всегда что-то улучшаю себе, и считаю, что нужно много чего еще улучшить во мне. Поэтому я не могу сказать, что кто-то вот так сильно меня удивлял, но сама моя борьба очень часто менялась в процессе жизни, тренировок. И если я раньше начинал там делать удышающие приемы, то сейчас я в основном фокусируюсь на болевые ноги, но это не означает, что я не могу и не умею другие приемы делать. Просто эти приемы получаются у меня лучше. Вы какое-то время тренировались Джоном Джонсом, обменивались опытом. А что вы взяли из его арсенала, и что он у вас перенял? Ну, наверное, что он у меня перенял, это у Джонас по всей, если он согласится на интервью, будет интересно послушать. И что касается своего него, он очень разносторонний в плане техничный, очень оснащенный. Я всегда считал и считаю, что у него не было такой нокаутирующей силы, где он тебя ударил, и одним ударом все закончилось. Но он очень техничный. Лучше бы, наверное, он тебя одним ударом закончил в бою, чем то, что он делает. Он наносит много ущерба, много травм. И от него, конечно же, научился к всяким каверзным приемам, захватам, ударам ногами. И вот если бы я больше продолжил с ним работать, конечно, в этом аспекте я бы гораздо больше себя улучшил. Вас удивило, как он легко победил Сири Лагану? Конкретно Сири Лагану нет, потому что стилистически он был очень удобным соперником для него. Джонс очень хорошо борется. Я был уверен, что против такого соперника он только борьбу и будет использовать. Зачем ему работать в стойке? Сири Лагану, я думаю, лучше Джона, на руках будет работать. И это излишний риск. И он все правильно сделал, перевел. Я думал, что он выиграет его добиванием. Ну, Джонс и хорошо субличным тоже делают. Болевые удышающие приемы тоже хорошо делают. Вот вы говорили, что не против подразумевших Хамзатом Чимаевым. Чимаев выглядит так монструозно и как будто бы без слабых мест. Увидеть у него слабые места? Слабые места есть у всех. Но Чимаев – это действительно очень хороший, сильный спортсмен. И как раз поэтому я хотел с ним попробовать свои силы. Я хочу работать и драться с лучшими. И Чимаев там, я думаю, у всех есть слабые места. Вот Чимаев поднимается в 84, меняет дивизион. Вы тоже меняли дивизион в 93 на 84. А большая ли разница? Вот, может, в 93 вы чувствовали себя не так мощно, как в 84? Физически я нигде не чувствовал себя слабым нигде. Ни в 84 сейчас, ни в 93 тогда. Это все вина Гиги Чигадзе. Если у вас есть претензии, все к нему. Потому что он мне с первого дня в UFC, он мне говорил, надо в 84, надо в 84. И вот я выиграл два боя в 93 в UFC и решил уходить в 84. Опять же, прежде всего я мало весил для 93. Я буквально пару килограмм делал для того, чтобы упасть в весовую категорию. Поэтому, наверное, это было правильным решением перейти в 84. Последние пару вопросов. В апреле реванх Адасани и Пирейры. У вас нет ощущения, что Адасани проиграл первый бой именно по каким-то психологическим моментам? Что для него Пирейра это какой-то такой триггер? Я думаю, психологического момента не было. Там был момент тяжелого удара. И каждый раз я согласен с вами, что Адасани побеждает. И все три раза он попросту проигрывает в самом конце. Я думаю, что чемпион по праву является чемпионом. Все-таки ему не подарили победу, а он выиграл в бой. Есть вещи, которые нужно Адасани опасаться. И если в этот раз он более разумно подойдет к бою, то тогда, я думаю, он сможет выиграть. Предпочтение на победу я бы отдал Бадасани. Поскольку чемпион три раза его так же проигрывая выиграл, то он и четвертый тоже может выиграть. Когда Пирейра победил, практически, ну не все, но огромное количество бойцов сказали, что на первом же борце Пирейра споткнется. Что вы думаете? Я думаю, что борцу сначала нужно пройти. И пройти его стойку. Мы все начинаем работу в стойке. И это очень важно. И если он попадет, он любого может отправить нокаут. Но, конечно же, ему очень тяжело будет работать с борцами. Очень тяжело. Очень тяжело.